Что-то я опять забыл кое-что сделать. Какой вы инфоник сейчас? А, он шел. Ну, тем временем команды уже начали. Первая атака проводится наверху. Так, ну это у нас вторая трансляция. Это сегодняшняя в Асталан Капа. И сейчас у нас идет игра, получается, Физикс против команды Интерна или Физикс, это бывший по Кингс. Или же Приора тоже бывший. Да, все вспомнили все их ники. Да, в общем, названия немного было. Пока идут очень даже неплохо. Шелла всех сливает. Шелла тащит. Ну и, собственно говоря, Физикс, если у нас первые начали за людей карта Хардрейн. И, наверное, играет тоже 1-3, хотя не знаю. Ну, предположу. Ну, вот пока только единственное, что более-менее серьезный заблев, из-за которого Нелли теряет хп, но... Собственно говоря, спасает его. Его тиммейты отстреливают чуть-чуть. И кто у них с Кемперкой? Вот интересный вопрос. Так, с Кемперкой, как раз Неллисом. Ну и что, ребята, в принципе, стандартно проходят. Перепрыгивать этот заборчик нельзя, поэтому они проходят сквозь здания. Они сейчас будут, наверное, сливать всех мобов, сливать атаку и после этого вызывать танка, стараться. Сейчас Шелла еще и убивает Шепарда, по-моему, с милишки, даже, если я правильно понял, чарджером. Ну и вот он, танк. Я вернулся. Да, тут идет танк, тем временем, уже. Которого пока дамажат. У нас снайпер. Нелли снайпер. Заметь, нас обоих интересовал этот вопрос, кто снайпером был. Так, я еще сделал потише игру. На всякий случай. Ну и, собственно говоря, я думаю, сейчас поддержки у танка нету, как таковой, надо собирать, чтобы пока подождать, чтобы идти нет смысла никакого. Плевал, Кобот, я так понимаю. Наверное, да. Опять, Девал Кобот. Опять бакс с жизнями танка, успехов. И проявляется в последнее время все чаще и чаще. Но это исправили уже в новой версии конфогла, который скоро выйдет. Танком теперь играет коллапс. Есть две хваталки. Танк идет. В чем, неплохо весьма идет. Но... Идет неплохо. Кроме того, что он идет, остальное все плохо. Попала смывалка. Поскольку все, хп нету их. Танк слит. В ноль. В ноль, да. Прав. Ну и что, бонус после танка 752 из 800 возможных. Это... Расскажем так, ее удержать будет несложно. Тут одна-две атаки до конца, на таких местах, не очень опасно. Это будет огромнейшее количество очков, на самом деле. Просто первой карты, если донесут. Ну вот они... Отстреливают волну. Спешат. Кстати, вот чуть-чуть изменили худ трансляции. Спонсор Лана у нас, компания Razer. Небольшой логотипчик приделали. Для показа. Всем. Ну и что, у нас будет сейчас атака, я думаю. Когда выжившие будут проходить на коридор. Но вот что-то позиции как-то зараженных. Меня лично не смущают. То есть, они немного бестолковые. В том плане, что они абсолютно с разных мест. Все четверо зараженных. И в целом атака из этого может провалиться. Потому что растяг самих зараженных очень велик. Они не смогут протоковать синхронно. Из-за этого. Ну хотя и выжившие еще тоже не так как-то. Растараются развести. Не бегут вперед, не рашут. Ну вот пошла атака. Первый жокей, приклады. И чарджи. Они взбивают двоих. Но плевалка немного не успевает. По-моему, в самый раз. Хотя дамаг. Дамаг есть. Нелли подамажился. Бонус почти на 100 сразу упал. Ну и, собственно, первая неплохая атака за всю карту. Ну и, собственно говоря, карта пройдена на этой же вот такой ноте хорошей атаки. Ну и, соответственно, за команду Эдель. Ну и, думаю, Рио, вы очень успеете одну атаку на Нелли провести. Кем? Жокеем? Нет. Нет, они не успевают. И бонус просто замечательный. Это не просто замечательный. Ребята набирают 1060 очков. Нижаль, не хватает одной шестерки. Да. Нет, бонус, на самом деле, просто огромен для... Ну, эта первая карта, она несложная. Несложная вообще. Все равно, не знаю. Редко увидишь на Hard Rain бонус больше порой 800 очков, а тут 1000. Сейчас очередь команды Интерн. Ну, посмотрим, что... Тут покажут нам ребята. Как бы в команды Физикс чувствовались домашние заготовочки, то есть прошли аккуратненько через дом. Говорят, слаженно. Не отставали, знали, что делают. Смотрение, так же планируют атаку наверху проводить. Ну, сейчас, кажется, все зависит от того, куда пойдут Интерны. Поверху или Пониду. Хотя Пониду уже все равно никогда мы не видим. Там ходить опасно, а поверху все равно расходится. Курильщик. И... Нет, Громила фейлит, хотя почти минус. Если бы попал, то что минуснул. Нелли Бумеров набивает бумаг. Вот теперь самого Нелли чуть-чуть побили прикладами и взорвали. Так, ну, в целом, после первой атаки тут почти одинаковые ситуации. Чуть, конечно, побольше сейчас попустили Интерны, но это, я думаю, не страшно. Сейчас будет все, в принципе, дальше легко, тут следующая атака... Ну, я не знаю, но я скажу, стандартная. Да, она стандартная, то есть все предсказуемо, если самим не совершать ошибок, то это все сольется очень быстро. Пытка развода. Так, и... и разделяются, сейчас... Скажем так, атака может и стандартная, но позиции у зараженных были нестандартные. Угромил, не укурил, по крайней мере. Ну, в целом, дамаг по Шепарду самый у нас большой. Тут просит тебя почаще показывать основной худ какой-то. Основной худ? Какой основной худ? А то на танках в начале карт он пропадает. И в начале карт. Я понял, какой худ, но я не знаю, это на самом деле табличка, которая закрывает просто пол-экрана и в которой ничего. Который сейчас, он говорит. Да, вот я его сейчас включил. Или... какой худ? Ну, не знаю, какой худ имеете в виду, я его и так показываю, держу постоянно почти все. Худ уже решили, если бы про этот. Про другой худ я... ну, мне не очень нравится. Все, он пишет, что все в порядке с твоим худом. Ну, танк у нас Шепарду. Тарел Снайпер. И вот, вообще, вот сюда мальчик дробовика, я так смотрю, Рошель чуть-чуть подстреливает. Ну, так, для виду. Да, дистанции. Большевата чуть-чуть, для груза. И минус машина у нас в исполнении Шеллы. Вот один удар еще. И, по-моему, сейчас танк просто сольется, тот пойдет. По-моему, не мере, танк может не слит, но он не в ноль слит. Он сделает дамаг. Слушай, пошла поддержка танка, перестали дамажить. Вот сейчас еще можно вообще раздать неплохо весьма. Хотя, следующую машину пусть взять танк, я так полагаю. Ну, все, тут уже точно ГГ-танк. Ну, в любом случае, это танк получше, чем команда Интернл. И они решают рашить. Ну, танку, в принципе, уже немного ХП, поэтому... Ну, в принципе, реально рашить. О, как запускает машину вертушечкой танк у нас. Сейчас будет, по-моему, передача контроля. Ну, на самом деле, там еще машина есть. Почему он ее пытается туда нести? Хотя нет, все, танк слит уже. Просто колоссальный дамаг. 34 ХП, 2 ХП. Нет, танк уже ничего не сделает. Уже 2 ХП. Ну, камень, может, еще попадет один. И... нет, все. Кип. Ну, и первую карту у нас выигрывают физиксы. Как их назвать? Физики? Нет, ну это не физики. Физикс, это у нас вообще как бы движение. Можно. Ну, я не знаю, как вообще физикс. Физикс, да, как бы переводится. Ну, что бонус у нас после танка 532, у команды физикс, как раз он составлял 700, 40, 750, по-моему, 6, 6, 6, 6, 6, 4. Команды физикс, он составлял 660. Нет, это финальный, я имею в виду после танка 754 был. Для сравнения, что там почти весь очков разницы, и еще... О, храбило их. Ну, все. Это была финальная атака, 424 бонус. Может, сейчас еще, конечно, чуть-чуть упадет из-за Шепарда с временем ХП. И, да, 424, так и остается. Ну, 200... Получается, 36 очков у нас сейчас преимущество у команды физикс, которые начнут следующую карту первыми. Ну, конечно, колоссальный бонус занесли ребята, и... Прям, неожиданно так получилось весьма. Пока разрыв не смертельный, догнать можно. И нужно. Если не догоним, то это будет, как бы, вообще, не очень интересно даже смотреть. То есть, интересно смотреть, когда после каждой карты меняется лидер. Тем более, что у нас всего три карты. У нас, так сказать, тем временем, все идет параллельно еще игра ХСов против Годзилла Тим, кажется, и... Команды Винтера против кого-то тоже там. Ты можешь посмотреть по Файрону, по Хейли, и сказать, с кем они играют. Сейчас, зря, у меня за русской идет. Ну, заодно можешь посмотреть, например, на кто лидирует по фрагам, кто куда идет. Да пока особо никто. Какая там карта у них хотя бы? Карта у них вторая, за людей начинают Винтро. И тоже хардрейн, да, я так полагаю, вторая игра? Да. Да. Так, ну вот, идет атака. По-моему, атака идет в слив. Питер чуть-чуть смогла подамажить. Но это так, это мелочи. В сравнении с тем, что атака слитам. Ну, в том моменте, как они выйдут из домика, я думаю, будет еще одна атака. Ну, там такое место, что... Ну, да, вот испоится танк, это будет интересная атака. Почти сливная. Большое пространство, мог... И танк, ты посмотри, как трое уже есть. Ох, сейчас задерживают команду. О, сейчас хорошая может быть атака, если танк успеет. Где он вообще, кстати? Танк не клятся, танк? Нет, танк не успеет, танк здесь наверх. Ну, собственно говоря, он все-таки не делает. Ну, вот если был бы заблев. Бумер был слит. Да, вот бумер слился, если был бы заблев, то... Было бы, наверное, все-таки это даже ГР в этом месте, в принципе. Потому что узко, а если танк не будет мазать. Но, бумера слили, и сейчас даже чуть-чуть дамажит танк уже со снайперской винтовочки. И молотов летит! Нет, молотов фейл. Промазали молотов, ума это у нас рота, то есть всего один молотов. А у кого был молотов? Я вот не видел, кто кидал. Нет, неускуда посмотреть тоже. Танк наивно пытается лопать камнем. Ну, как бы, я не знаю. Возможно, сейчас ждут атаку, послевали с Питера. Да, пытается тьмуть время, это второй контроль уже танка. Последнее тянет просто к статке контроля свои, растягивает. И попадает! И вот он попадает камнем. Попадает он камнем в слогу. В слогу, да? А то у меня почти ничего не видно, в кого он там попадает. Маленькие зелененькие ауры, только бегающие вдалеке. И все, танк пошел. ХП с танком мы опять не видим из-за бага. На, вот все, 3230, 2, 1,5. Ой, все, это моментальный слив танка просто на 400 лавров. Танк просто ничего уже не сделает. Все, убит. Я не знаю, в танке сейчас свинца. Очень неплохо сливают танка. Очень. Огромное количество. Если бы не тот один камень, там бы был слит и ноль просто. Ну и бонус после танка 840. Их тысячи возможных. То есть всего 140 очков. Хоть 160 очков потеряла команда физикс. Ну и собственно говоря, я не знаю сейчас, где можно пройти серьезную атаку. Наверное, вот в районе завода. Ну и на подъеме, наверное. Вот так вот атака будет на углу. Ну, по-моему, фейл. Да, чарджер фейлит сразу же, хантер убит. Ну, получилось немного разделить, только благодаря слизи. Да, это не особо, когда он пробежал под стеночкой. Спитерша осталась в живых, это коллапс. Перерез. Только остается, что делать. Физиксы до сих пор хорошо идут. По-прежнему. Ну, тут самая страшная атака на этой карте, это, конечно, при выходе из лифта внизу. Ну, там нужно правильный расклад собрать, то есть спитера, чарджера, бумера. Ну, на лестнице может быть не менее опасная атака. Да, на лестнице тоже неплохая атака, может быть. Ну, на лестнице, виниш, там нужно больше скилла для этой атаки, скажем так. То есть она более сложна для зараженных на лестнице атака, нежели внизу. И это ведьма. Да, и она сейчас сагрится. Нет, не сагрится. Нет, мы сагрится сейчас поцарапали, она сагрилась однозначно. Кто же убьет ведьму? А помню, у кого нет, решают, не решают убивать, хотя у Солго года дробь. Правда. Ну, решают обойти, видимо, они не доверяют убийству ведьмам. Вот это сейчас, что у меня, чарджер, кстати, не профилит, и, допустим, с лестницы втанчить кого-нибудь, прям как раз ведь на ведьму попадет в выжившую. Это может быть стать таким печальным моментом. По-моему, он... Чего они собираются делать, но чарджер, кстати, на позиции. Сложновато будет встанчить в одного, нужна помощь однозначно. Тут смокер есть. Ну, смокер, давай же. И... О, хорош! Он убивает Нелли, в инкап. Конечно, не на ведьму, но все равно это... Но хорошо. Да, то есть весьма неплохо получилось, конечно, смокер долго очень ждал, но все равно главный, конечно, результат. Сейчас еще Хантер за спитером чуть-чуть, если потянут время. Плевал, как не успевают добежать. Ну, мне Хантер не... Ну, как сказать, непонятно, чем он ждал. Мог прыгнуть, на самом деле, даже на дамах мог прыгнуть. Там задержать как-то побольше. Но у нас есть бумер, смокер опять же, а чарджера, кажется, нету. Надо кому-то слиться быстренько, чтобы он появился. Ну, смогу прикладить у нас Шепарда, Ханта. Убивает его, в принципе. Ну, и все. Слив всех, ребята, решают слиться полностью. И, наверное, уже не успеют сделать атаку наверху из-за этого. Хотя, в принципе, еще на кнопки, на вызове можно сделать одну или... Такую более-менее серьезную атаку, ну, или две попроще под слив для расклада. Я не думаю, что они будут делать серьезно так и просто слить под воду состава. Или все же будут? Не знаю, по-моему, будут. У них потому что нету никого вообще из расклада. По-чарджер. О, хорош, двоих! Неожиданно, если сейчас Жокей еще, кстати, и повешает, это... Да, Жокей провисал. Сейчас, смотри, просто отпинывают Нелли, Моба, вот там оставшиеся в кассочке Моб такой наглый самый. Ну, сейчас Жокей уже торопился, на самом деле. Не, на самом деле, сейчас все было сделано правильно. Видишь, Чарджер ослили третьим, и Жокей сейчас как бы слился, чтобы быть последним, чтобы на следующий раздачу дали Чарджера. Наверняка его далеко. Поэтому это можно засчитать в пользу именно команды Интерн. Но если они плохие, вот получилось две, даже, да, две атаки, если они плохие у них были. Но мне сейчас дадут, не дадут Чарджера. Там, Смокер, Хантер, не дали. А Спитер, ну, Спитерша есть, хотя бы, возможно, с Бумером. С Бумером все равно может задержать лифту. Да, мне кажется. Блинно, он не навредит им. И, да, все. Не взрывают Бумера, чисто прикладят его аккуратненько. И сейчас разбирают незаблеванных у нас, ребята. Почти разобрали, не кастал в одиночестве и спас ситуацию. Шелла, старый, сутки, из бонуса, по сути. Ну, по сути, даже Шелла, наверное, больше, чем тренд. У него ХП-80, как мне кажется, и бонус у нас 300 после лифта. После прохождения уже почти всей карты. Ну, сейчас максимально, что смогут сделать еще интернет, так как положить Нелли. И вот пока он будет поднимать, сделать полноценную уже следующую атаку. Постараться. Ну, или поцеповорот, поцарапать Шеллу, конечно. Это салют бонус, причем серьезно салют бонус. И, кстати, Шелл, смотри, допускает ошибку в одиночестве. Сейчас просто в толпе мобов. Да, но он не особо много потерял. Ну, 80 очков бонуса. 70-6. А вот сейчас в бою, ой, 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 еще в 20-40. Ну, сам убил Спитер, что и сам побегал по ее останкам. Что ж уж. Ну, 136. Ну, видишь, что у приоров, получается, у илю, физиксов, уже мы второй раз видим такие вещи, когда вот в конце, буквально под самую бег, и производится последний финальный атак, и побегов кто-нибудь по слизи чуть-чуть теряет бонус, который, возможно, там не является важной, важной частью выигрыша. Ну что, очередь интернов у нас получается проходить карту. Кстати, эта карта, получается, длится ровно одну милю, судя вот по этой табличке. Потому что здесь написано, что до следующей заправочной станции одна миля. Как раз до нее выжившие направляются. Поэтому чуть-чуть осталось пробежать им. Одна миля, это всего там полтора вроде километра. 1,40 или 1,50. Совсем немножко. Да, это немного. Сравнительно. Ну и что, атака будет... А, атака будет на задержание под танк. То есть, видишь, смотри, как избирают тактику физиксы. Ну хотя это правильно, если смогут задирать выживших внутри этого здания, или как бы на площадке рядом со зданием, танк придет их там либо с машины, либо с рук. Но главное, чтобы Бумбер не затылил. Тебя поправляют, говорят, это 1,6 километра. А, окей, ну я просто... Я не ходя из энциклопедии, поэтому я не знаю, сколько миль в километрах. Ну чуть побольше будет, чем я сказал. Все равно это не страшно, там сколько у нас нормативы спортивные. 1 километр надо пробежать, по-моему, минуты за 3. То есть, 1,6 километра, ну даже пусть такой заговорочкой. Агромилы-то нету, поэтому настолько успешно будет атака на задержку, и даже на главном уровне ставить. А, кстати, он есть вообще? Да, Бумбер есть, главное Бумбер есть. Ну и что, интернет остается с той стороны? Или как? О, Бумбер, даже не знаю, Бумбер делает заблел. Ну сейчас там куда-то просто идти внутрь за... Все равно на те, кто вышел уже. Ну, что он не делает? Так, он играет Шелла, в очередной раз. Делает один инкап. Да сейчас будет два инкапа даже. Посмотри, где находится заблеванный игрок-то. Он же находится... Там не инкап можно, там можно... Там можно и печально закончить, да, эту карту. Не дает прорашить. Ты все как машина, просто лакер. А танк-то сливается 700 хп. И все, шли танк. Танк-то сливает. Всего лишь один инкап. Не смог он ничего сделать с машиной. Это лучше, чем сыграли интернет-танком. Нет, это на самом деле лучше, но я могу сказать однозначно, что это сейчас некая минус мораль, потому что, ну, вот-вот он. Да, у коллапса лак такой. Да, вот он называется человек, вот машина, и тут буквально пару метров, и все, и машина все равно застлевает, за каждый пуст цепляется. Начинается просто вот такая нервная череда, и все, и в итоге танк слил. Ну, как бы все равно лучше, но надеюсь, что ребята понимают, что они отдамажили, раздали танкам. Точнее, раздал-то танк, получается, столько шелла, сделав 1к, а остальной дамаг на команду зараженных просто минимален. Ну, это старая атака какая-то получается сумбурная такая, не совсем слаженная, все слились почти, ну, поочередно, то есть, один за другим, не было общей, скажем так, одной целой атаки. А тем временем, кстати, увеличивается число зрителей на этот матч. То есть, видимо, уже появляется некая интрижка. И тем более, кстати, сейчас у команды интерн есть шанс небольшой сыграться, поскольку пока бонусы весьма хорошие. Потому что они держат весьма хороший темп, и могут дойти до лифта, и порядки, как бы так, все это, слить, вызвать лифт, спуститься, и дойти вообще карту. Тем более, что разрыв всего был там 200 очков, не страшно. Ты думаешь, физикса будет сливать громиму на атаке под лифт? Ну, вот тут искать не могу, конечно, они могут поступить наверняка, и вообще не отдачить после вызова лифта, как бы именно сделать расклад и ждать. И даже это может быть, в какой части будет правильно. Посмотрим, что вот. Я не могу тут сказать однозначно. Какой путь они изберут? Наверняка атаковать или все-таки надеяться на некий рандомный... Не на рандом, но удачу скажут так, что выпадет именно нужный расклад после атаки. Я сейчас не понимаю, это атаки вообще. Жак-ки-ки-ки-оксикер непонятных действий со стороны зараженных... Бумер сверху... Потому что он... Постоял так, и побежал дальше. Ну, были слиты плевавки, жакей... Ну, чем надеется на чарджер? Такое такое, комбо непонятно. Я, скорее, все тоже хотят, так как повторить, получается, подвиг полета Нелли. тоже отправить в полет и наверно сейчас копят как раз чарджер или допустим сейчас будет атака видишь чарджер уже вернее бумер на позиции а чарджер сзади весьма готов ох, сейчас роспись ты посмотри, растягивает в разные стороны и Громила выносит ведьми это инкап это не просто инкап, это бонус который и так нужен сейчас в команде интернов и который стоит уже 400 очков Громила был шикарен просто мне не ожидали по-моему такого ребята совсем как-то не разделились, так зашли за угол и просто оставили 1-2 людей бросили на те времена, но с опять есть Курила Громила есть, Хантер есть полевалка и сейчас мы увидим, что будет сливать или нет Громилу то, что уже вызвали то, что следовать, то надо сливать сейчас, чтобы почему-то мне кажется, что не будут не успевать, так поправляю кут нажимаю спектр, чтобы еще правильно показывать, сейчас пока тысяча шестьсот девяносто шестьсот тысяча восемнадцать Громила не сливать не будут Громила же готовится для основной атаки внизу Спитерша получается в таком сейф режиме действует, то есть вроде бы и оттачит, и тем не менее не сливается Но снайпер мог убежать и убить его на основном Ну, видишь, тут тоже опасно, как бы побежит снайпер, как бы атака-то есть, он Курила есть, Гром Нет, Кура слив Ну и сейчас, по-моему, команда Интерн просто внизу испытает, скажем так, весь гнев команды Физикс, то, что Чарджер Спитер будет Бумер, если еще А, кстати, Бумер уже есть Это просто полноценный такой, наверное, самый лучший расклад для этого места Ну, если закончили Хантер, то это вообще будет Просто огромнейший дамаг Да, есть Хантер Ну, вообще супер, вот, максимально возможный дамаг в этом месте Два станечих персонажа Бумер на заливе Спитер Ой, 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 это просто Это ГГ Это просто ГГ А нет, смотри, один еще живой Ну, один ХП Один, и ГГ Нет, он залазит в Слизь и падает О, боже Ну, как я и сказал, это максимально лучший расклад для этого места Чего, в принципе, следовало взять Тут, конечно, нужна была милишка И если бы этого Грома снесли То еще хотя бы какой-то шанс бы, наверное, остаться у выживших А так два стана сначала от Бумера, потом от Громи Не, ну смотри, у них был шанс просто Рил или кто это был, зашел обратно в Слизь Это, по-моему, был Шепард Ну, у него один ХП был, то есть, понимаешь, он бы все равно не смог поднять Пока бы начал понимать Нет, у него не один ХП был У него было чуть больше Где-то ХП 10, 15, может Ну, такой призрачный, Миша И он снова бы поднять Но разрыв у нас сейчас составляет уже, получается 463 очка В пользу команды Физикс После такой шикарной атаки Сейчас будет последняя карта Играется 1-3 Ну, наверное, играется 1-3 Мы как бы вообще нигде ничего не видим Ни сетки, ни регламента, ни изменений, правил То есть, вообще, полное неведение Того, что происходит на чемпионате Пока трансляция игр, это единственное, что у нас есть И благодаря этим трансляциям мы можем узнать Хоть какие-то результаты, кто кого выигрывает Хотя снова же не знаем, кто вообще в целом, в общем, в лидерах Слевает Курилу Так, у них есть Бумер, есть Плевалка Есть, есть Хантер Ну, я думаю, после урока прошлой карты Играется, его наградил, да После урока прошлой карты, ребята, наверное, тоже будут действовать Наверняка, чтобы получить максимально лучший расклад Сейчас, после того, как появится персонаж, который слился, будет Играется Хантер Хантер, сидит в кустах, планирует царапаться Хантер Убралтар, успевает сделать Так, Бумер есть Спитер есть Уже у нас есть Уже у нас с Джакей, но таки не всем нужен Нужен именно чарджер Без него есть место, вообще бессмысленно Ну, почему-то мне кажется, что он будет Ну и снова же два варианта Будда, точно, давать или будет, точно, минус Тоже сложно сказать так Курильщик фейл Вот это фейл Да, и повезло ребятам Просто два курильщика Немножко неправильно целиться Я могу ошибаться И как так Один висит Ну в домах получают немаленький такой И второй висит Жокей-то ведь моментально почти восстанавливает свою способность Да, сейчас тресте будет висеть, а нет Нет, Жокей жив Приклад Опять приклад Сейчас пока таким образом Жокей будет туда-сюда прыгать И Не вешай третий У нас есть тем временем Хантер Так Не дали поднять Три инкапа Есть бумер Ну бумер, не дай поднять Заблёг всех Спитер в эту кучу Опять висит Вешай Усвегу Буквально КП 10-12-й конец Физиксон Ну казалось, смотри, такую атаспортую и биллз И вот он чарджер, наконец-то И он не понадобился Слизи ложиться салогу Вроде и не было основного персонажа Громилы, а как положить? Ну, Жакей зарешал. Это было красиво. Жакей повешал два их, потом сколько времени тянул. Не знаю, там рез, получается, у них тиммейтов. Ох, взорвалась какая-то бочка. Как-то так уж. При смене мапы жестко. Спецэффекты. Да, спецэффекты. Ну и сейчас, я бы сказал, что у команды Интерн почти стопроцентный шанс отыграться есть. Поскольку ребята могут вполне слить эту атаку на лифту и пройти карту хотя бы подальше. То есть за доход карты они уже будут в лидерах. У нас карта на 600 очков. Это, скажем так, их последний шанс. И они могут им воспользоваться. Нет, ты немного не прав. Дадя карту, они в лидерах не будут. Надо еще и бонус принести. Ну, карту у нас сколько? Первая 400, 500, 600. А, ну да, 30 очков бонус им надо. Согласен. Что им надо чуть-чуть увеличить бонус. Но главное дойти не сливать бумерой. Ну, не понимаешь, сразу. То есть, фиксы уже знают, что он сливает. Он сделает три удара. Ну, снова же царапает. Не прыгает. Физик просто наверняка уже знает, что он до сливает. Поскольку они видели, что сливала команда интерна, что у них получилось в итоге. Поскольку, ребята, видимо, будут рассчитывать на минус. Кстати, если минус будет, что это на решение. Всю карту. Есть бумер, и есть курила. Бумер, нежели будет заблев. Я в шоке буду. И заблев, троих. Видимо, не очень хорошие наушники у кого-то. Я не слышал такого бумера. Я сейчас заблеванный безалон, просто ничь. Я не слышал курила. И видят. Слизи, дамаг. Кота просто изничтожили на 50 хп где-то. Но хотя бы сейчас быстро забивает слив. Сейчас появится бумер будет уже рез. У спитера накопится способность. Есть Хантер. Есть Громила. Но если сейчас будет минус, это ГГ сразу. Тут без вариантов. То, что бонус нужно будет огромный донести, если сейчас будет минус. И есть бумер. Залив. Молотов. Спитер. А, и эта атака на дамаг. Как-то неожиданно немного со стороны физиксов. Здесь вполне можно было сделать минус, поскольку ребята вышли. Игром мог это створить. Атаку коллапса, в принципе, полный хп. Ну, почти полный. Две таблетки. Стрелу переду не забывая, что еще будет танк. Надо его пережить, убить. Ну, ты понимаешь, им нужно просто дойти карту с минимальным бонусом 30. То есть, это как бы несложно такой бонус донести. Ну, если перебить пуском, так, убьют танки и дойдут четвером, то это возможно будет ГГ. Тут как бы атака на дамаг была на системе уместная. Я считаю лично так. Нужно молотать именно на минус. Да почему неуместно? Они... Сняли им все хп, все таблетки перед танком. И смогут легко их убить на танке. Ну, посмотрим. Не знаю. Тут сейчас все зависит от личного скилла каждого из игроков команды Интерн. Если они будут беречь свое хп, и эта танка дадут именно хотя бы в таком состоянии, как сейчас, то они могут слить танк. Вполне могут. Ну, снова, в зависимости от того, где рестница танк, где-то респа, танк много зависит. И напомню, танка рашить можно? Можно. Четыре на четыре, четыре всегда можно рашить танк. Ну, вот если коллапс и, допустим, шерф прорашат в убег вдвоем, смогут дойти, то они смогут выиграть, по-моему. Но это при условии, что если танк будет почти где-то рядом с убежищем сам, и остальные выжившие тоже где-то там же окажут. И курят так, последнего. Жокей. Чарджер. Нет, Чарджер фейл, там небольшая ступенечка. Бонус у нас пока триста, это в десять раз больше. У танка почти нет поддержки. Не читайте, смогут, бегают. Нет, танка еще нет, но он сейчас уже появится. Но он может выйти прямо под самым убежищем. Свой из них даже может площадь, но не могут продашить. Нашли садят тут за бледж, что смотри, и вот он танк. Переключаемся как раз на танка. Так что, это не танк. Нам нужен танк. Вот он танк. Твое уже рашат. Трое рашат. Так, ну не гружение, рашат. И ошибка. Сейчас что-то, последнего кушают или коллапс? Нет, коллапс, просто упал. Шепард упал. Но остался один коллапс. Это ДГ, команда физикс выиграла. На самом деле сейчас не хватает, смотри, просто 120 очков, 118 очков для ГГ. Но весьма, весьма неплохо для команды интерн. По-моему, не ожидали сейчас физиксы что-то. Я опять ставил паузу. Мы тайну этого так и не открыли. Зачем ставят паузу? Ну, для меня это действительно непонятно, зачем ее ставят. Давай спросим. Интересно. В конце концов. Может быть, они будут потом доигрывать эти матчи? Сейчас на всех сериях поставить паузу, где были какие-то игры и потом будут доигрывать. Мне в разе пишут, чтобы судью зафиксировать счет. Ставят паузу. А, вон оно как, а записать на бумажечку. Я не знаю, там, сделать скриншотик на кнопочку F5. Это вроде бы не сложно, но да ладно. Ну, получается, мы то, что уже все, можем выходить. Мачка таковой закончена, победила команда физиксов. А.К. Фокинкс, а.К. Приор. А.К. еще что-то. Ну, что и что еще там было, я не знаю. А.К. еще. А.К. Маза. А.К. Маза. А.К. Маза. Да, 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 да. Команды. Вспомнили. Ну и... Получается, дождитесь следующей трансляции. КОНЕЦ. А.К., да, да. А.К., да, да.